окончательно и без поворотно приветствую вас друзья у аппарата зоди на аппарате lost walls beyond the page запасайтесь булками готовьте лимонад друзья мы продолжаем наше приключение привет дневник сегодня мы ходили к бабушке в больницу мы оставили бэна с соседскими занавесками она выглядела как огромная серая крепость а больница не бабушка нам потребовалось какое-то время чтобы найти нужную комнату 305 папа дал мне открыть дверь ой я стоял как раз на этом слове поэтому упал так а мне нужно теперь туда добраться вот так вот сделаем крана дома у бабушки большая уютная кровать не похожая на ту в которой она теперь лежит такая туда допрыгнула ведь есть она выглядела очень-очень маленькой я не помню чтобы она была такой маленькой глазах бабушки были открыты и она пыталась найти нужные слова нужно видимо так вот искать стоп выбрать нет может быть нужно еще искать слова и найти подходящее произнести найти ну я думаю найти нужные слова она не могла думать дышать говорить говорить или думать наверное говорить может быть говорить правильно доктор сказал что это дисфазия 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 это было вызвано инсультом инсульт это это очень опасно это очень плохая штуковина обычно она разговорчива но теперь она всегда запиналась на середине нет сантен ах как будто все я думал это опечатки а нет это именно как она говорит то есть в том то и проблема она не может правильно теперь слова говорить говорить как будто все слова слова которые она находила просто бы были в бледоколе были далеко а я видела как это ее расстраивало и она щелкала языком она так делает когда злиться а потом бабушка начала кашлять на нее надели кислородную маску я сказала ей что она похожа на бабушку вейдер дарт вейдер действительно так что еще вроде все зарисовал все вроде бы закрасил а она улыбнулась на это это напомнило мне о том как бабушка рассказывала как они с мамой ходили в кино давно давным давно когда мама была моего возраста круто бабушкина история бабушка с мамой пошли смотреть мой любимый фильм мама уснула но бабушке фильм понравился когда я была маленькой бабушка показывала мне его на старой видеокассете а бабушка смеялась увидев роботов и улыбалась каждый раз когда появлялся нелепый контрабандист мы смотрели фильм так часто что помнили многие фразы наизусть мы много смеялись как только она поправится мы будем смотреть их снова и снова и когда выйдет следующий фильм мы с бабушкой пойдем в кино вместе мы с бабушкой пойдем в кино вместе вместе Звездные войны значит так а вот так вот наверное и мы снова будем играть в игры так я должен управлять летать жду не дождусь и в этот раз я побью ее рекорд это точно это точно а бабушка профи в видеоиграх и вообще во всем так стоп а это черненькая это нужно трогать или нет давайте попробуем я слышала как мама плакала в комнате я никогда раньше не видела чтобы она плакала она была очень грустной я не знала что делать поэтому я сделала ей чай так это пакетик чая набрать воды и наверное она чай с молоком любит и наверное она чай с молоком любит как у бабушки сказала она так как мне теперь туда забраться то так стоп а я туда залезть не могу а если я упаду оп вот мама сказала что бабушке плохо я сказала что ей уже лучше ой она мама сказала что она слабая я сказала что она просто сонная мама сказала что бабушка я сказала что все будет хорошо все будет хорошо все что нужно это просто верить так верить прыжок веры нужно осуществить чтобы допрыгнуть до той звездочки давайте попробуем есть останется ли бабушка бабушкой после всего ой 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 туда нужно конечно она будет в порядке в порядке бабушка скоро поправится так ведь я повеселила ее это должно помочь я должна оставаться позитивной мама нуждается во мне я покажу бабушке свой рассказ и маме им понравится это читать надеюсь это поможет что еще я могу сделать мне просто нужно закончить свой рассказ итак где мы остановились а после того как дракон напал на деревню а робин отправилась на поиски ответов оставив старейшину аву и деревню позади путешествие привело ее к теперь нам нужно препятствие например путешествие привело ее к пустыне с хранителем с хранителем который стоит на страже потому что это место варианты выбора священно никому не дозволено приходить опасно а робин может пострадать или его дом он любит тишину и покой он стоит на страже пустыни давайте допустим это место будет священно сайкред робин следовала за драконом уйдя далеко далеко от дома так давайте во первых как всегда пройдем в него посмотрим что тут нет ничего значит вправо перед ней простиралась пустыня дюны поднимались и опускались словно золотые волны вечная бесконечность свет на песке я доставлю тебя домой мой маленький друг это светлящок один из двадцати да слева я успел заметить а мы не можем как-то проверить еще раз чтобы так это наше заклинание поднять починить нет а проверяю все кнопки нет ну вроде там был один из двадцати написано если я не ошибся но к сожалению очень быстро пропало это еще один светлячок вырвавшийся из лап дракона а вот сейчас мы его подберем и посмотрим как раз что там будет написано эй малыш теперь ты в безопасности два из двадцати да нужно собрать двадцать светлячков откуда взялся этот ветер в этом было что-то очень неестественное ну слушайте я прям балдею от того как здесь сделали курсор курсор это тоже как будто персонаж который с нами летает светлячок это просто гениальная идея в итоге даже если я его не трогаю он просто летает вместе с нами как будто наш друг шикарно придумано ю-ху-ху так стоп а вот этот камешек можно с помощью заклинания поднять обычный ветер меня не остановит не могу Закрыть рот Держитесь, светлячки Держитесь О, кстати Третий Три из двадцати Хорошо Фух, он прекратился Там кто-то есть Привет Это место священно Ты не выглядишь достойной Так это вы вызываете ветер Это очень весело, но А видели ли вы дракона? Уходи И держись подальше Но ее волю Не так легко Сломать Новое слово мы изучили, да? Оно ведь у нас появилось? Или исчезнет в итоге? Эй, вернитесь Мне нужна ваша помощь Я сказал, уходи Так А, ветер Я думаю, в чем же здесь подвох Мы ведь можем пройти Просто ветер Нам нужно их Поднять Вот этот Нет Я думал поднять Поставить вот так Чтобы мы могли подойти И его ветер не мог Нам ничего сделать Ладно Поднять не работает Попробуем, может, починить Или ломать А зачем их ломать-то? Хотя, наверное, раз мы новое слово Изучили Нужно его использовать Да, ломать О, там внутри светлячок Отлично Хе-хе Сюприз А Не ожидал? А вот так Ну, в самом деле Кем этот болтун себя считает? Послушай Кем бы ты ни был Уходи Я не могу Я должна найти Уходи прочь Так Ну, ладно Как хочешь Ладно Увидимся А, это мы вниз куда-то спускаемся Ой-ой-ой Это успокоит того ворчуна Пещера вела глубоко в землю Удивительный дом Пугливых существ Хм Может их нужно Починить? Нет Ладно Ладно, тогда Просто идем дальше Ого Какое Огромное Место Нет Здесь нам Все нужно Ломать Ой Только на голову Не падай Это какой-то у нас уже пятый светлячок Отлично Робин чувствовал себя исследователем Это что такое? А, песок получается Понял Стоп Так может быть мне встать туда? Сейчас нас подымет вверх Открывая неизвестное Ну да Мы прямо Ларакрофт Глубоко под песчаными дюнами Интересно Что здесь раньше было? Возможно пустынные пираты Плавающие по песку Или одноглазые троглодиты Надеюсь, что это не они Так, вот это вот Давайте попробуем поднять Можно попробовать его сломать Но он нам бы Вверх Там весь светлячок Ой, не то Я случайно не то А хотя стоп Все равно здесь оно Возродится Стоп А, оно Недостаточно высоко Подымается Мы сами его поднять Не сможем Значит мы сделаем так Так Станем туда Вот это слово Убираем Вот так вот Мы допрыгнем Ведь допрыгнем Допрыгнем Шестой светлячок Это наверное Починить нам нужно Чтобы перепрыгнуть Вправо Как интересно Глубоко Под песками Робин нашла Нашла что-то Что нужно Поднять Вот так Давно забытую комнату Растение дернулось От звука ее шагов А как же мне сделать Чтобы Может быть Вот так вот Проползти Нужно Стоп Нет Ползком Тоже не вариант А да Ползком Тоже не вариант Что же нам Сделать Тогда Если мы сюда Пройдем То Нет Тут ничего Такого Нету Растение Дернулось Ну вряд ли Его нужно Ломать Как бы Вряд ли Сломать Нет Поднять Ну может быть Когда оно Закрыто Нужно что-то Сделать Почините Нет Поднять Нет Нас Поднять Тоже нельзя Ну что Сломать Что ли Нет Не сломать А что же Сделать Слушайте Ну вот это Вот мы можем Поднять Это Понятно Может быть Тут что-то Есть Что это Разбитые Остатки Великого Прошлого Подождите Я хочу Разобраться Что вот здесь Сделать Я ведь Не могу Может быть Постоять Тихонько Не шевелясь Нет Растение Знает Что мы Здесь Растение Дернулось От звука Ее шагов Как же мне Не издавая Звук Подойти Ну ломать Мне ничего Не нужно Очинить Нет Я так никак Не успею Слушайте Я не представляю Как мне Забрать Того светлячка Я не могу Никак Подобраться К растению Ничего С ним Сделать Тоже Не могу Может Все-таки Сначала Нужно Справа Здесь Что-то Сделать Ну давайте Починим Это у нас Разбито Тишина Тишина Веков Наполнила Воздух Тишина Это новое Заклинание А как его Использовать Ага На себя Вот так Вот теперь мы Тихо двигаемся Нас не слышно А если Сейчас Его уберу Нет Растение Не убирается Главное Было На него Залезть Успеть Да Так Вот Там То растение Закрывается Поэтому Нужно Все-таки Вот Так Вот Тихо Тихо Аккуратно Акк Свежий воздух Так Тишина Я думаю Нам уже Не нужна Нам нужно Сломать Так Эй А как нам Теперь туда Забраться Я думал Это будет Мостик Может быть Теперь Починить А стоп Здесь внизу Тоже есть Светлячок Значит Вниз Нужно Спуститься Так Теперь Наверное Починить Нужно Нет Я думал Починить Как мостик Попробуем Поднять Да Какой-то уже Светлячок Девятый По счету Робин Услышала Знакомый Скверный Голос Что-то Про благословение Он что-то сказал Нужно найти Я же Что Не успела Прочитать Что он там Говорит Что-то Про благословение Которое он Хочет найти Ты Ты не Пройдешь Дальше Сейчас я Что-нибудь Придумаю Сейчас я Как придумаю Что-то Так Что мы здесь Можем сделать Попробуем Может Тишина Ага Пожалуйста Помолчи Ха Магия слов Робин Обезоружил Джина Его Охватила Ярость Частью Его голос Было Почти Неслышно Мамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамам Ну, слушай, ты... Так, кстати, здесь не могут быть светлячки в камнях. Я, пожалуй, проверю. А его нельзя сломать просто? Кстати, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп! Там светлячок сверху, слушайте, а можно обратно как-то? Ну, подождите. На фоне солнца, посмотрите, вообще не было видно. А когда пробежал, только уже заметил на более темном фоне. Так не честно, слушайте. Как мне... Как мне обратно туда? Я так не хочу. Не, я так... Так я не играю. Починить. Поднять. А подвинуть можно? И подвинуть? Да нет, я не хочу пропускать светлячок. Ну, это вообще было... Ну, как можно было на фоне солнца его вон там заметить-то? Это нереально просто. Это просто нечестно. Слушайте, можно как-то... Главное меню и загрузиться. Робин обезоружил джинна, и его охватила ярость. Часть его голос была почти не слышна. Я почему загрузился, потому что как бы... Ну, это было просто нечестно. Как можно было на фоне солнца что-то заметить вообще, что там светлячок? Это просто было несправедливо к игроку. Я не хочу из-за этого светлячок пропускать. Так, это мы уже знаем, что он тут нам... Мыкает. Так, здесь светлячка нету. Значит, спешить нам, в принципе, не нужно. Он нас все равно будет ждать. Давайте тогда аккуратненько. Вот здесь давайте эти разобьем еще раз, проверим. Так. Будем очень аккуратно двигаться. Так, там справа светлячок сейчас вот будет. Так, стоп. Чтобы не сломать случайно. Есть. А вот теперь ломаем. Одиннадцатый. Так, смотрим тут. Можно ломать. Так, ну этот, я думал, можно ломать. Я должна найти дракона. Разве ты не понимаешь? У меня нет на это времени. По-моему, мы его просто задолбали. Он думает, да ну тебя в баню. Иди куда хочешь. Вот и все. Прощай. Ха-ха. Уху. Ух, поездочка длинная. Ну, наконец-то мы избавились от этого ворчуна. Итак, куда мы пришли? Когда она осматривала... Это одинокое пустынное место. А Робин задумалась. Почему кто-то решил жить здесь? Так, перед тем, как что-либо двигать... Нет, запрыгнуть туда нельзя. Значит, будем... Наверное, починить. Здесь были люди. Давным-давно. Что с ними случилось-то? Кем они были? Светлячок впереди? Какой по счету двенадцатый? Интересно, пропустил ли я где-то позади светлячков? Может быть, я найду здесь ответы. Купол был пуст, если не считать бассейна с водой. Интересно. Уютное место для отдыха. Робин представила людей, которые когда-то жили здесь. Она уверена, что это были... Торговцы, воины, философы. Ну, точно не воины, потому что здесь оружия никакого вроде как нет. Вот либо торговцы, которые... Ну, хотя что они здесь могли добывать, чем торговать? Философы, наверное. Пусть, наверное, будет... Давайте философы попробуем. Философы. Ага, вот теперь окружение подстраивается под то, что мы выбрали. Если бы я выбрал, допустим, воины, здесь, возможно, мечи были бы. Далекий рев отвлек ее от мыслей. А я не могу в бассейне скупнуться, помыться, поваляться в водичке. Я тебя поймаю, дракон! Так, это у нас что такое-то? Так, подождите. Если я сломаю, то, наверное, туда мостик смогу сделать, пройти. А если вот сюда... Давайте вначале здесь посмотрим. Обратно-то мы вернуться сможем сейчас. Так, о, светлячок. Так, вниз, наверное, падать не стоит. А, нет, наверное, вниз мы все равно пойдем, но оттуда во сверху, там тоже возьмем светлячка. Понятно. Значит, перед тем, как применять какое-либо заклинание, дважды подумаем. Теперь ломаем. А Робина прокинула древнюю статую. И подобрала еще одного светлячка. 14 из 20. Осталось-то всего 6 штук. А еще одна статуя. Значит, вниз мы, наверное, не упадем. Мудрые философы. Ставили эти статуи, а мы их ломаем. Размышлявшие о тайнах жизни. Ой, тихо-тихо. Пали передо мной. Но Робин услышала позади сварливое ворчание. Ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма. Ах, опять он. Поторопимся. А, так-то лучше. Я творю здесь магию. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Светлячок, тут можно пролезть, значит. Ага. Хранитель пустыни начал лихорадочно искать ее. Перестань прятаться от меня. Рано или поздно он найдет ее. Или нет? А, легко. Стопа вниз, я не могу здесь спуститься. Нет, видимо. Оп. Что-то здесь стемнело. Несмотря на темноту, надежда вела ее дальше. Это что, слово еще одно? А, надежда это свет. Светильник. В общем, фонарик. Местный фонарик. Так, здесь два варианта. Вверх, вниз. Что у нас тут? Смотрим. Судя по всему, сюда нам и нужно. А, ну-ка тогда внизу. Надежда потеряла надежду случайно. Я надеюсь, здесь не лабиринт? О, здесь тупик. Отлично. Значит, все-таки не лабиринт. Хорошо. Шестнадцатый светлячок. Четыре штучки. Осталось всего лишь найти. Но это при учете, если я не потерял позади. Не пропустил. Так, слушайте, здесь какие-то кусты. Сюда, наверное, падать не нужно. А я туда... А я туда... Я туда смогу как-то допрыгнуть. Хм. Нет. Так, надежда у нас есть. Подождите, надежда. Может быть, допрыгну? Ну, да, есть. А вот теперь можно уже понадеяться. Так, кубик. Само собой, он здесь неспроста. Стоп, подождите-ка. А вот туда не нужно? Я на всякий случай проверю. Вдруг там секретка нет. Так, не теряй надежду. О, надежда нам больше не нужна. Так, ну это мы сломаем сейчас. Здесь тишина нам понадобится. Так, там вниз кусты точно. Она должна уйти. Она должна уйти. Должна. Они не должны узнать. Узнать что? Хм. Ну, теперь мне интересно. Мне тоже. 17 светлячков. Что мы не должны узнать? Так, тишина, я думаю, нам уже не нужна. Так, это мы сейчас сломаем. Переберемся туда вправо. Какую тайну ты хранишь, хранитель пустыни? Что с ним не так? Так, это она сверх подымет. Но подождите, сначала я... Да! Любопытство вознаграждено. 18. Оттуда вправо я не смогу? Нет. Они не должны увидеть... Нет, 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 нет. Что тебя беспокоит, старый ворчун? Прошлое, прошлое. Оно должно остаться тайной. Должно. Да что ж ты так секреты-то любишь? Любопытно ведь. Стоп-стоп-стоп. Это она сама бежит. Там слева что-то есть. Эх, времена ушли. Почти все забыто. Слушай, что бы ты ни пытался скрыть от меня, мы сможем... Нет, нет, нет. Не иди дальше. Вот что я увидел здесь Лиана. Как заставить его выслушать? Ну, можно опять его заткнуть, но он тогда улетит и не будет нас слушать. Сломает ли она статую Джина или починит ее? Так, ну, во-первых, подождите. Во-первых, мы возьмем... Светлячка, а? Так какой у нас там уже девятнадцатый, если не ошибаюсь, да? О, внизу я вижу, внизу светлячок еще один есть. Ух ты. Можно его... Так, вот с этим нужно что-то сделать. А я смогу как-то подойти сюда, допустим, упасть вниз? Ой, не починить, я хочу вначале так. Нет, это нас подымет. Сломать, наверное, нужно. Вот эту мы сломаем. Так. Теперь мы... Сюда. Двадцатый светлячок, превосходно! Правда, я не знаю, зачем они нужны. Может, это какой-то, типа, рейтинг, насколько хорошо мы прошли просто уровень. А может быть, в итоге что-то с этими светлячками можно будет потом делать. Так. Ну и давайте починим, конечно же, статую. Зачем нам ломать? Мы можем, конечно же, жестокость проявить по отношению к нему. Показать свою силу, сломать его статую. Нет, мы ее починим. Человеческое существо! Ты... Ты восстановила мою статую? Почему? Да потому что я тебе не враг. Пойми, наконец-то. Ты меня не слушал. Но теперь ты успокоился. Я... Не понимаю. Почему ты жалеешь меня? Я не заслуживаю этого. Каждый заслуживает второй шанс. Или десятый. А что здесь случилось? Что ты сделал? Я проиграл. Более десяти раз. А давай я покажу. Стоп. А, нет, этот цветок не прячется. Ладно. Хорошо. Так, направо, если наверх. А, нет, сверху. Ничего нет. Ух ты. Когда-то меня почитали. Это было чудесно. Но я стал самодовольным. Высокомерным. Меня предупреждали, что будут большие проблемы. И что ты сделал? Ничего. Я верил, что не существует никакой опасности, с которой я не справлюсь. Я ошибся. И они поплатились. Мое присутствие пробудило в тебе воспоминания. Так и должно быть. Чувствовать даже боль после всего. И я благодарю тебя. Мне не нужна твоя благодарность. Но нужно знать, не видел ли ты здесь дракона. Он пролетал здесь. Но ты должна знать кое-что о звере. Что это было? Ой-ой. Держись! Спокойнее, друг. Со временем ты обретешь знания. И используй их мудрее меня. Так мы упали все-таки куда-то. Но он типа щита что-то на нас наложил. Получено достижение. Первый спуск. Привет, дневник. Сегодня в школе мне вернули эссе по истории. Фух, что ж, ребята, это было интересно. И давайте на сегодня мы здесь с вами уже прервемся. Не терпится, конечно же, узнать, что же будет дальше. И мы обязательно это узнаем. Но уже в следующий раз. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. А как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok